Нобелевская премия по экономике Является самой престижной для этого сектора науки Экономисты мечтают стать нобелевскими лауреатами А звание нобелевского лауреата Это возносит экономиста на самый ариопак Он становится классиком Он становится всемирно признанным И весь мир начинает следить за ним И пытается разобраться в его работах И сегодня мы пригласили в нашу студию Замечательного гостя Который поможет нам разобраться За что дали нобелевскую премию по экономике В этом году Мы пригласили Игоря Анатольевича Коха Доктор экономических наук Профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Здравствуйте Здравствуйте Игорь Анатольевич Я наверное немножко вводную Зачитаю по нобелевским премиям Именно этого года по экономике И хочу обратить внимание наших телезрителей Что в последнее время Нобелевские премии по экономике Вручают не за какие-то абстрактные воздушные замки Не за какую-то заумную теорию А за самые что ни на есть практические вещи И вот теория аукционов За которую в 2020 году Получили Нобелевскую премию Два экономиста из Стэнфордского университета Речь идет о Роберте Уилсоне И Пол Милграм Как уж не знаю как склоняется Но Пол Милграм Вот эти два стэнфордских экономиста Они получили премию За значительный вклад В теорию аукционов И сразу же возникает такой вот вопрос Игорь Анатольевич Скажите пожалуйста Вот теория аукционов Ну что там можно изобрести Ведь аукционы они известны Со времен шумерских времен Или Гератот описывал эти все аукционы Уж казалось бы Совершенно тривиальная вещь Люди поднимают Кто последний назвал Того и тапки Скажите пожалуйста почему Рядовой человек Обычно представляет себе аукцион Только вот именно в таком виде Некий аукционист на трибуне С молоточком И кто последним назвал Самую высокую цену Тот и получает продаваемый лот На самом деле Аукционов существует Типов аукционов существует Достаточно много Ну не то чтобы их там десятки Но тем не менее Вот таким одним упрощенным представлением Аукционы не исчерпываются Аукционные механизмы Совершенствовались И адаптировались к новым условиям И новым задачам Действительно в течение тысячелетий С тех пор как вообще возникла торговля Потому что аукцион Это один из базовых механизмов Торговли Я даже слышал что Это чуть ли не воплощение Вообще рынка Аукцион Да безусловно Любой рынок Предусматривает Использование Того или иного типа Аукционного механизма Который Выполняет Несколько важнейших Для торговли Функций Которые зачастую Мы просто Подразумеваем Но не отдаем Себя в этом отчета Именно на основе Результатов аукциона Устанавливается Цена Устанавливается То Что мы сейчас называем Рыночной ценой Цена Отражающая Равновесие Спроса и предложения Цена Цена Отражающая Взаимную Силу Покупателей И продавцов Цена Отражающая Динамику Развития Данного рынка И данного Товара Данные услуги То есть Цена Рыночная Справедливая цена Это всегда Результат Того или иного Типа Аукциона Результат Проведения Какого-то Аукциона Во-вторых Вторая важнейшая Функция О которой Не всегда Задумывались В древности Или даже В средневековье Но Которая Стала Чрезвычайно Важной И актуальной Уже В 20-м Не говоря Уже Про 21-й Век А именно Аукцион Позволяет Не просто Передать товар Какому-то Потребителю Аукцион Позволяет Наиболее Эффективным Образом Распределять Ресурсы Товары Услуги Передавая Их в руки Наиболее Эффективных Владельцев Наиболее Эффективных Собственников Можно Пример Из практики Я В свое время В 90-х годах Работал На рынке Ценных бумаг И Наблюдал Вот эти Наши Аукционы По Приватизации То есть Все происходило Красиво Был аукционист Он называл Цены Затейленные Пакеты Государственных Акций Которые Продавались Тогда На аукционах И я Тогда Обратил Внимание На Иррациональное Поведение Многих Участников Этих Торгов И Которые Покупали Вот Вошел В азарт Человек Он Начинает Поднимает Табличку Поднимает Поднимает Рядом Тоже Сидит Или Азартный Или Хитрый Игрок И он Его Доводит До такого Что он Покупает По каким-то Совершенно Там Невероятным Немыслимым Ценам Этот Пакет Ведь он Должен Отдать За него Или Ваучеры Или Деньги В случае Когда Были Деньги На Аукционы И У него Наступал Полный Коллапс Он Понимал Что Переплатил За эти Акции А вы Говорите Что Аукционы Позволяет Как-то Все Сбалансировано И Красиво Все Провести Понятно Именно В том И Состоит Заслуга Нынешних Нобелевских Лауреатов В разработке Теоретических Основ Организации Аукциона Который Действительно Позволил Не Просто Найти Одного Покупателя Который Заплатит Больше Но Еще И Обеспечить Чтобы Эта Продажа Была Эффективной С точки Зрения Экономики В целом С точки Зрения Общества В целом То Что Вы Говорите Это Известный В экономике Феномен Который Называется Проклятие Победителя Проклятие Победителя Да Так и Называется Да Он Прямо Так и Называется Это Один Из Терминов Используемых Как раз В теории Аукционов Победителя Означает Что Победителя Аукциона Зачастую Как раз Платит Избыточную Цену За То Что Он Покупает Цену Которая Превосходит Реальную Стоимость Скажем Реальную Справедливую Стоимость Того Что Он Покупает Я наблюдал С мешки Остальных Участников Торгов Когда Они Увидели Как Человек Перед аукционной Комиссией Рвал Волосы И кричал Давайте Отменим Эти Торги Я Сейчас По миру Пойду И т.д. То есть Это Да Это Один из Элементов Это Есть Проклятие Победителя Вопрос Ведь К сожалению Не только В том Что Конкретный Участник Переплатит За Конкретный Лот И Даже Не в том Что Этот Участник Не будет Способен Заплатить Эту Цену А Проблема В том Что То Что Этому Участнику Досталось Оно Не будет Эффективно Использоваться Потому Что Он Просто Не сможет Использовать Он Будет Вынужден Избавляться От Этой Собственности Он Будет Вынужден Уходить Из Бизнеса И На какое-то Время Эта Собственность Окажется Неиспользуемой Это означает Что Как-то Неправильно Наверное Был Проведен Аукцион Безусловно В теории Аукционов Есть Два Ключевых Элемента Которые В своем Взаимодействии Как раз И дают Некий Эффективный Результат Во-первых Это Сам Механизм Аукциона Классический Аукцион Аукцион С повышением Цен С выкликиванием Результатов Это механизм Который Заведомо Подталкивает Участников К Переоценке Продаваемого Лота И Соответственно Прямиком Ведет нас К проклятию Победителя Если Организовать Аукцион Каким-то Иным Способом Этого Можно избежать Ну например А какие вообще Есть способы Аукционов Расскажите Пожалуйста Значит Ну Классический Аукцион Вот этот Всем известный Аукцион На повышение Цены Да В 12 столях Открытый Аукцион Когда Каждый Из участников Последовательно Называет Более Высокую Цену И После того Как остается Только один Участник Лот Продается Ему Это английский Да Это английский Аукцион Называется Он Является Классическим Вариантом Но Это вариант Который Наиболее Очевидным Образом Приводит К Завышению Цены Это В интересах Продавца Но Не в интересах Общества В целом Скажем так Вот Например Государство Продает На Аукционе По приватизации Какой-то Да Пакет Да Она Тоже В конечном Итоге Цель Государства Не только Чтобы получить Как можно Разовую Сиюминутную Разовую Прибыль Но Главное Чтобы И Собственник Нового Предприятия Он Работал Он Потом Платил Налоги Конечно Увеличивал Рабочие Места Смысл Именно В том Чтобы Заставить Этот Актив Который Продается На Аукционе Работать Эффективно С точки Зрения Экономики В целом С точки Зрения Общества В целом А Продавец Такого Актива Понимает Что он Является Недостаточно Эффективным Собственником Этот Актив У него Не Приносит Никакого Эффекта Он Пытается Кому-то Передать Но Смысл В том Чтобы Передать Тому Кто Будет Работать А Не Тому Кто Разорится На Аукцион Это Аукцион На Понижение Цены Смысл Заключается В том Что Аукционист Объявляет Заведомо Завышенную Цену Золот И Потом Сам Начинает Эту цену Пошагово Снижать Вот Наверное Мы Уважаемые Теледрители Видим Подобные Аукционы Когда Продается Имущество Банкротов То есть Часто Бывают Такие Ситуации Что Вот Мы Видим Газете Опять Очередно Аукцион Отменился Поскольку Никто Никто Не захотел Покупать По этой Цене Поэтому Мы Завтра Снижаем Еще Цены На Столько Столько И Вот Завтра У нас Может Быть Как Разновидность Вот это Голландский Аукцион Ну С Реализацией Имущества Изъятого У банкротов Это Немножко Не совсем То Но Тем не менее Элементы Есть При голландском Аукционе Все вместе Собираются Как и при Английском И Аукционист Начинает Понижать Цену До тех Пор Пока Не найдется Один Кто Согласится Первый Кто Согласится На цену Тот И Является Покупателем Игорь Анатольевич Я хочу Вот вас Спросить Ведь И тот И другой Аукцион Это когда Мы все Видим Друг друга Покупателя Безусловно Это открытые Аукционы Которые Позволяют Всем участникам Одновременно Как сейчас говорят В режиме Реального времени Видеть Поведение Других Участников То есть Кто Что Делает Кто Какие Дает Предложения Кто Какие Выставляет Цены Это влияет Это влияет Безусловно На поведение Других Участников Потому что Любая цена Заявленная Кем-то Это дополнительная Информация К размышлению Для остальных Участников То есть Если я вижу Что Есть человек Который готов Заплатить Вот столько Это для меня Дополнительная Информация То есть Я начинаю Думать Что Он знает Чего-то Такое Чего Не знаю Я И ценит Это гораздо Выше Чем я А если Так То я могу Быть Обманутым Да Я могу Не получить Нечто Ценное Он Меня Может Обойти И так Далее Это Дает Возможность Дальше Наращивать Цену Поэтому Во многих Случаях Используются Закрытые Аукционы Аукционы В которых Участники Не могут Знать Предложений Друг друга Не видят Поведения Друг друга Как это Делается В закрытом Режиме Каждый Участник Подает Свою Заявку Условно Запечатанную В конверте Или Поданную Электронным Образом Но Непрозрачно При этом Никто Не видит Чужих Заявок Никто Не знает Я понял Вот тоже В 90-х годах Тоже Это практиковалось Знаете Почему Потому что Тогда Было Время Очень Неспокойное И Были Например Что В грехах Таить Бандиты Лезли Везде И Представляете Открытый Аукцион Ты сидишь Ты Честный Коммерцант А рядом С тобой Сидят Условно Говоря Гангстеры И Они С тобой Торгуются Они Не видят Твои заявки Они На тебя Могут Надавить Они Могут В ходе Аукциона Ты Просто Боишься За свою Личность Как Таковое Конечно Уж лучше Там И Поэтому Конечном Итоге А когда Гангстеры Доходят До Больших До Размера Финансово-промышленных Групп Мы Видели Аукционы По связи Инвестов Закрытый Аукцион То есть Конверты Каждый Запечатывал Все равно Были Воины На эту Тему Но Они Были Уже После Сейчас Например Такого Типа Аукционы Закрытые Аукционы То есть Еще раз Говорю Смысл В чем Что Каждый Свою Заявку Подал Один Раз Уже Не Пересматривая Эту Цену Организатор Собирает Все Эти Заявки И Определяет Чья Заявка Имеет Большую Цену То есть Здесь Нет Процесса Торга И Люди Не Видят Да Люди Не Видят Естественно Сейчас Такие Аукционы Проводятся Используются Активно Например При размещении Облигаций На рынке Ценных Бумаг То есть Это Стандартная Практика При Первичном Размещении Облигаций Используется Вот Такой Закрытый Аукцион Аукцион Заявок Который Вполне Удовлетворяет Запросам Данного Рынка Точно Также Аналогичные Аукционы Проводятся Во многих Случаях Когда Речь идет О тендерах О конкурсах Инвестиционных Или конкурсах На поставки Чего бы то ни было Все участники Подают свои заявки В закрытом режиме И они Изолированы Друг от друга И соответственно Либо организатор Аукциона Либо продавец Или покупатель Заинтересованная Вторая сторона Определяет Чья заявка Является Наилучшей И кто имеет Право Заключить Контракт Значит Но Это еще Далеко не все Вот эти три вида Аукционов Которые мы назвали Это Все аукционы Односторонние То есть Аукционы В которых Соревнуется Одна сторона Рынка То есть Покупатели Соревнуются Между собой За право Купить Или продавцы Соревнуются Между собой За право Продать А вторая сторона Рынка Представлена Одним Участником Участником Да То есть Одним продавцом Или одним покупателем Зачастую Возникает Ситуация Когда есть И с той И с другой стороны Много участников Которые Конкурируют Между собой Покупатели Между собой Конкурируют За право Купить А продавцы Конкурируют Между собой За право Продать Классическое Наверное Рынок ценных бумаг Рынок ценных бумаг Рынок валюты Рынок Производных Финансовых Инструментов Рынок банковских Кредитов Все рынки На которых Есть Множество Покупателей Множество Продавцов В конце концов Даже Обычный Колхозный Рынок Это Есть Рынок Двойного Аукциона Где Присутствует Множество Продавцов Однотипного Товара И множество Покупателей Этого Однотипного Товара То есть Когда Условно Говоря Вы приходите Летом На рынок Покупать Огурцы Вы проходите По всему Рынок Видите Сколько Стоит Продавцов Каждый Предлагает Из них Свою цену И свой Товар Но Точно Так же Каждый Продавец Потенциальный Приходя На этот Рынок Он тоже Видит Множество Других Продавцов Множество Покупателей И начинается Вот такая Вот Взаимная Конкуренция Покупатели Соглашаются Постепенно На все Более Высокую Цену А Продавцы Постепенно Соглашаются На все Более Низкую Цену До тех До тех Пор Пока Не Сойдутся На каком-то Уровне Который Удовлетворяет И тех И других И Получается Что Мы таким Образом Получаем Справедливую Рыночную Цену Конечно Таким Образом Вырисовывается Справедливая Некая Рыночная Цена Понятно Что Есть Монопольная Власть Продавцов Или Монопольная Власть Покупателей Конечно Наверное Колхозный Рынок Это не самый Лучший Пример Абсолютно Чистой Конкуренции Южные Продавцы Апельсинов Например Попробуйте У них Бейте Цену Да Поэтому Там тоже Есть свои Ограничители Но Тем не менее Это Наиболее Такая Приближенная К простому Человеку Модель Двойного Аукциона Аукциона Где Конкурируют Обе стороны И не Друг с другом Естественно А конкурируют С такими же Продавцы С продавцами Покупатели С покупателями В чем Возвращаясь К Теории Аукционов За которую В этом году Присудили Нобелевскую Премию За что Возвращаясь К тому А собственно За что Аукционы Известны Теория Охватывает Не только Вопрос Кстати Говоря Если говорить О том Что Аукционы Известны Вы знаете Очень много Нобелевских Премий В разных Дисциплинах В разных Науках Присуждены Как раз За теоретическое Осмысление Того Что в общем-то Все знают Это и в физике И в химии Да То есть Многие вещи Известны Эмпирически Известны Довольно Давно Но Создать Теорию Того Как это Работает Которая Объяснила Почему Именно Так Происходит Это Не так Просто И Зачастую Это Действительно Работа Достойная Нобелевской Премии В данном Случае Именно Такая Ситуация Пол Милграм И Роберт Уилсон Они По сути Создали теорию Объясняющую Как это Работает Как это Должно Работать Причем Они Объяснили Это С позиции Двух Компонентов Во-первых Это Механизм Самого Аукциона Как Должен Работать Механизм Аукциона Как Он Формируется Как Он Настраивается И С другой Стороны С точки Зрения Алгоритма Поведения Участников Аукциона Потому Что Результаты Аукциона Зависит Не только От того Как Он Сконструирован А еще И от Того Как Себя Ведут Участники Какие Они Выбирают Аукционные Стратегии Как Они Формируют Свои Заявки Как Они Формируют Цены Как Они Их Меняют Если Это Возможно Это Уже Вопрос Даже Не Столько Экономики Не Столько Математики А Это Уже Вопрос Психологии Экономического Поведения То же самое Проклятие Победителя Это очевидный Пример Переоценки Психологии Конечно Конечно То есть Сейчас Очень Многие Вещи Которые В экономике В том числе В финансах В экономике Которые В течение Многих Десятилетий Воспринимались Исключительно Механистически Как некий Механизм И все Сейчас Рассматриваются С точки зрения Поведения Человеческого Поведения То есть Есть сейчас Специальные термины Поведенческая экономика Поведенческие Финансы Очень бурно Развивается Сейчас Это Конечно И вот Аукцион Это как раз Один из Тех случаев Когда поведение Субъектов Оно Играет Очень Значительную роль Может быть Где-то Даже Большую Чем Сам Механизм Проведения Аукциона Ну вот Я например Готовясь Интервью Я Прочитал Такую Достаточно Удивительную Весь Что Психология Вот мы Опять Говорим Про Проклятие Победителя Победителя Вот Вот Эта Боязнь Переплатить Цену Она Влияет На Некоторых Игроков Таким Образом Что Допустим Продавец Не может Продать Товар По Нормальной Цене Потому что Люди Начинают Смотреть Друг на Друга Включается Вот Эта Психологическая Вот Эта Боязнь Того Чтобы Быть Облапошенным Надо мной Будут Смеяться На Меня Пальцем Будут Показывать И Начинают Уходить По Заниженным Ценам И Естественно Продавец Он Смотрит На Это Все И Говорит Докатись Пропадом Все Эти Аукционы И Т. Даль Это Как раз Тот Случай Когда Аукцион Должен Быть Сконструирован Таким Образом Чтобы Исключить Такую Возможность Исключить Такое Влияние То Игорь Анатольевич Я Так Понимаю Что Важна Не только Формальная Организация Аукцион Там Английский Голландский Закрытый С конвертами Аукцион Викри Про который Мы тоже Поговорим Вот И Важно Еще Вот Учесть Все Что 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 Связано С Аукцион Вот Эти Психологические Оценки Да Плюс Еще один Элемент Который Был Интегрирован В теорию Аукционов Милграмом И Уилсоном Это Теория Информации Теория Рыночной Информации Они Исследовали Каким Образом Доступность Информации О Продаваемом Товаре Влияет На Поведение Участников Аукциона И на Результаты Аукциона И Пришли К выводу Что Чем Более Полно Раскрывается Информация Об Объекте Тем Лучше Будут Результаты Аукциона С точки Зрения Продавца Если Речь Идет Об Аукционе По Продаже Чего-то То есть Продавец Сможет Получить Более Высокую Цену И С другой Стороны Эти Результаты Будут Более Правильными С точки Зрения Наиболее Эффективного Наиболее Эффективной Передачи Ресурса Или Объектов Руки Наиболее Эффективного Наиболее Заинтересованного Собственника То есть Вот Уважаемые Телезрители Вот можно Такой Пример Вам Привести Допустим Государство Продает Какое-то Предприятие С молотка И Оно Раскрывает Данные Об этом Предприятии Стандартный Баланс Отчет О прибылях И убытках Прочие Формы Которые Которые По закону И вот Это Предприятие Выходит На торги Но Один Из Участников Торгов У него Есть Инсайдерская Информация Про это Предприятие Например Что у него Есть Какой-то Редкий Патент Или Редкая Лицензия Которая Дает Огромное Преимущество На рынке Но Об этом Не знают Остальные Участники И Соответственно Вот Продавец Государства Выставляет Это предприятие На торге А Хитрый Инсайдер Он Его Покупает Естественно Покупает Но Если бы Эту информацию Знали Оставшиеся Участники Торгов То Была бы Конкуренция Между ними И Цена бы По которой Это предприятие Ушло Она бы Была Гораздо Выше И была бы Справедливой Точкой зрения Всего рынка Потому что Преимущество Полученное Этим Хитрым Инсайдером Оно Можно даже Сказать Преступное Оно Объединяет Само Общество В целом Правильно Я говорю По сути Да Он получает Предприятие По заниженной Цене Да Он Фактически Украл Не украл Но Обманул Государство Как Залогу Аукциона Да 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 Конечно Ситуации Бывают Разные Не всегда Информация Доступна Полностью И не всегда Она доступна Одному Недоступна Всем Там может быть Несколько Участников Которым Доступна Но Тем не менее Вот Исследования Нынешних Нобелевских Лауреатов Доказали Что Полное Раскрытие Информации Не ухудшает Улучшает Результат Да Для всего Общества Даже В целом Скрывать Информацию Для продавца Это как раз Не выгодно То есть Если бы Государство Раскрыло Еще данные По этим Лицинским И патентам В данном случае Вот мы Говорим Этот гипотетический Пример С предприятием То тогда Естественно Цена была бы выше Была бы конкуренция Люди бы боролись И получило больше И государство И общество В целом То есть Был бы Запрос на справедливость Был бы выполнен В данном случае Да И возможно Предприятие Досталось бы Другому Собственнику Более Эффективному Да Который бы Вел себя Совершенно по-другому В отношении Данного Предприятия Так тоже Может быть А вот Расскажите Известную Историю Я вот Тоже Когда готовился Обратил Внимание Что Вот Пол Милграм Он Ведь не только Там У нас Принято Считать Вот Как экономисты Как философы Сидят у себя Там В высоких башнях Разрабатывают Свою теорию И ничего С них Не имеют А Пол Милграм Он очень-то В общем-то Здорово Поимел Со всех Своих Теорий Он считается Очень богатым Человеком Да Скажите Как это Произошло Вообще Ну Вообще Помимо Того Что Милграм Теоретического И математического Обоснования Проведения Данного Аукциона Это был Аукцион В рамках которого Продавался Не один Лот Или Несколько Последовательных Лотов А продавались Сразу Комплекты Пакеты Пакеты Да То есть Условно Говоря Было Сто Лотов Которые Нужно Было Продать Но Продавались Они Не поштучно Последовательно Сначала Один Продали Потом Другой А участникам Предлагалась Возможность Подавать Заявки На Приобретение Сразу Нескольких Лотов Из Этих Стат 5 Ну Например Несколько Штатов Американских И В каждом Штате Там Свои Лицензии Тебе Надо Всю Страну Ну Не Всю Страну Как Всю Страну Не Надо А Кому Северные Штаты Кому То Эти У Кого То Ну Да Давайте Поясним Для Наших Телезрителей Речь Шла Об Аукционе По Выделению Радиочастот Это 93 Году Да 93 Год Ну И После Этого Тоже Проводились Подобные Аукционы Аукционы По Выделению Радиочастот Для Радиостанций Обычных FM Радиостанций Которых Везде Множество Значит Американское Правительство Проводило Очередной Аукцион По Выделению Вот Этих Вот Частот Дело В том Что Покупатели Радиочастот Они Заинтересованы Не В В Одной Да Ни в Одной Ни в Одном Диапазоне Там В рамках Одного Штата Или Одного Города Они Заинтересованы Создать Некую Сеть Станций Покрывающих Ну Если не Страну То Какую-то Большую Территорию Да При Этом У кого-то Уже были Какие-то Частоты Да Им нужно было Заполнить Пробелы У кого-то Не было Частоты Они Собирались Разворачивать Целую Сеть То есть Получается Достаточно Сложная Такая Комбинаторная Задача Да То есть Задача Заключалась В том Чтобы Во-первых Продать Все эти Частоты Дорого Во-вторых Продать Их По Максимально Дорого И В-третьих Избежать Конфликта Если Одна и та же Частота Будет Продана Двум Или Более Участникам Под Вот этот Аукцион Была Разработана Соответствующая Математическая Правительство Правительство Наняло Пола Милгрэма Да То есть Они были Наняты Ну Пол Милгрэм В частности Был Нанят Для того Чтобы Разработать Вот эту Систему И что Получилось В результате Аукцион Аукцион Прошел Просто С Какой-то Запредельно Высокой Эффективностью Правительство Выручило Огромные Деньги На Продажи Этих Частот Которые До Этого Уходили Практически За Бесценок Просто Потому Что Правительство Не умело Их Правильно Продавать Не организовало Правильный Обоснованный Научно Аукцион По Продаже Правительство Выручило Огромные Деньги За То Что Раньше Отдавалось Почти Бесплатно Это Было Сделано Как раз Основываясь На Теории Разработанной Полом Милгрэм Ну Естественно Как консультант Он очень хорошо Подработал Конечно И в дальнейшем Он потом Организовывал Аналогично Аукционы И для Правительства И для Частных Компаний В Европе Он очень здорово Пошуровал Да То есть Это Такое Значительное Ноу-хау Которое Принесло Разработчику Большие Прямые Дивиденды Вот так Вот Уважаемые Телезрители Экономическая Теория Это не Башня Слоновой В кости А вполне Реальные Осязаемые Способы Заработка Вот так Безусловно И сейчас Возникает Такой вопрос Вот Пол Милгрэм Он Действительно Помог Он перевернул Вообще Все представление То есть Об аукционах Вместе с Робертом Уилсоном Со своим Они Оба И Вот Я В ходе Подготовки К интервью Напоролся На такой Интересный Термин Теория Экономических Механизмов То есть Вообще Одни Сплошные Аукционы Ebay Смотрите Там Есть Тоже Аукционы Можно даже Прокси Ставку Поставить До какой То Цены Дойдет И Там Твоя Заявка Удовлетворяется Или Аукционы Контентной Рекламы На Google То есть Кто Работает В этой Сфере Они Вообще Вот Возьмите 44 Закон Это Год Закупки Все Любые Лицензии Квоты Все Что Торгуется На Бирже Начиная От Товаров И Заканчивая Деривативами Это Все Аукционы Это Все Аукционы Понимаете Такая Вот Я Продолжил Такая Вот Завораживающая Вещь Есть Что Вот Теория Аукционов Это Получается Одно Из Подветвлений Вот Этой Теории Экономических Механизмов То есть Одно Из Ответвлений Что Такой Теория Экономических Механизмов Это Ты Можешь Организовать Вот Аукцион Торги Рынок Таким Обратом Чтобы Получать От него Какие-то Свои Заданные Цели И Отсюда Мы Прямой Дорогой Въезжаем К нашему Такому Социалистическому Планированию То есть Другими словами Это Прямо Дорога С социализм К плановой Экономике Нет Я бы Наверное Так Не Сказал Как Раз Почему Как Раз Плановая Экономика Институты Плановой Экономики Они Прямо Противопоставляли Себя Аукционному Механизму Как Раз Плановая Экономика Базировалась На том Что Аукцион Рынок Не Нужен Нужно Сесть Подумать И Сосчитать Да Посчитать Но И решить Как Это Будет Правильно Не Отдавая Подобные Решения На Волю Каких-то Субъектов Которые Будут Торговаться Между Собой Но По сути Теория Аукционов И Теория Экономических Механизмов Ты Берешь И Организовываешь То есть Вот Например Государство Берет И Организовывает Именно Так Как Оно Хочет И Может Получить С этого Тот Гешефт Который Оно Задумывало Это Как раз Институт Рыночной Экономики Неплановой Экономики То есть Плановая Экономика Основывается Как раз На Исключении Любого Элемента Соревновательности Любого Аукциона Любой Рыночной Торговли Чем Отличается Собственно Рыночная Экономика От Плановой Экономики В своей Базе На основе Торговли А что такое Торговля Это договоренность Сторон Договоренность Субъектов Друг с Другом То есть Везде Где мы Договариваемся Есть Есть Аукцион Есть Рынок Есть Торговля Есть Цена Которую Согласен Получить Продавец И согласен Уплатить Покупатель Плановая Экономика Изначально Отрицает Это Отрицает Необходимость Договариваться Между Покупателем И Продавцом Отрицает Необходимость Полагаться На рыночный Или аукционный Механизм В установлении Цены Плановая Экономика Подразумевает Что Цена Должна Быть Неким Образом Установлена Да Возможно На основе Научных Изысканий На основе Вычислений Но она Должна Быть Установлена Централизована И Соответственно Объем И направление Движения Ресурсов Должны быть Определены Централизованно Чтобы Сами Субъекты Экономики К этому Имели Наименьшее Отношение Поэтому Безусловно Аукционный Механизм Это Не элемент Плановой Экономики Это Как раз Элемент Чисто Рыночной Но его Можно сконструировать Так Сделать Такие Загончики Что Они Сами Прибегут Именно В то Место Да Конечно Которые Задумал Продавец Это Вопрос Регулирования В рыночной Экономике Но Никак Не вопрос Отказа От нее И перехода К плановой Интересный Возгляд И Еще Я Слышал Такую Историю Что Все Таки Раньше Начал Теория Аукционов Был Такой Американский Экономист Вильям Викри И Он Получил Нобелевскую Премию Он Раньше Гораздо Получил Эту Нобелевскую Премию Раньше Пола Милгрэма И Роберта Уилсона Он Получил Эту Нобелевскую Премию Он Придумал Какой-то Хитрый Тип Аукциона Которые Назвали Его Именем Аукцион Викри То есть Заключался Он В том Что Он Такой Достаточно Парадокциальный Это Закрыт Аукцион То есть Все Подают Заявки И Естественно Кто Называет Большую Цену Кто Называет Большую Цену Он Становится Выигрывает Этого Ксона Но Платит Он По Цене Второй Заявки То есть Если Кто-то Ему Проиграл В Этом Он Платит Вот Эту Вторую Цену И Хитрость В том Наверное Наверное Есть Какой-то Элемент Того Чтобы Избирать Этого Проклятия Победителя В данном Случае Да Это С одной Стороны Дает Возможность Несколько Нивелировать Проклятие Победителя То есть Тот Кто Называет Наибольшую Цену На самом Деле Ее Не Платит А Платит Меньше А С другой Стороны Это Как раз Подстегивает Участников Повышать Цены Потому что Каждый Участник Понимает Что Если он Будет Победителем Он На самом Деле Заплатит Не столько Сколько Он сам Написал А заплатит Меньше Это Позволяет Участнику Ну как бы Заведомо Давать Раскован Да Давать цену Гораздо Выше Чем Он Реально Готов Был Заплатить Но Тем Самым Это Хитрый Такой Психологический Трюк Которым Продавец Доставляет Раскрыться Этого Покупателя То есть Он Понимает Хотя Цена Второй Заявки Может Оказаться Почти Такой Же Как Цена Первой Заявки И Та И Другая Может Быть Значительно Выше Чем Тот Результат На Который Участники Рассчитывали Вообще Есть Специальные Исследования Проводились Специальные Исследования По поведению Участников Рынка В Разных Аукционных Системах При Английском При Голландском При Закрытом При Открытом Аукционе При Аукционе Викри Получалось Так Что Во всех Случаях Реальная Стратегия Работающая С точки Зрения Участника Которая Позволяет Достичь Поставленных Результатов Заключается В том Чтобы Назвать В качестве Конечной Цены Ту цену Которую Действительно Реально Участник Готов заплатить Не больше Не прибегать Жульническим Приемом Например Взять Нагнуть Психологически Нагнуть Других Участников Или Попытаться Перебить Заявки Да Если Если Вы Участвуете В аукционе То Какой бы ни был Аукцион Вы все равно Так или иначе Зная Ту цену Крайнюю До которой Вы готовы Торговаться Вы вынуждены Будете эту цену И назвать Какой бы Аукциона Вам Не предложили Это как раз Говорит о том Что Нормальный Аукцион Позволяет Действительно Вытащить Из Покупателей Ту цену Максимальную Цену Которую Они готовы Заплатить Или Наоборот Из продавцов Вытащить Цену Минимальную По которой Они готовы Продавать Но еще раз Говорю Это вопрос Психологии Более чем Экономики Но тем не менее Вся экономика Это Это отношение Между людьми И соответственно На них влияет Психология Влияют Поведенческие Факторы В не меньшей Степени Чем чисто Экономические Чисто Финансовые Вот я Опять В 90-м Годам Возвращаюсь Поскольку Тогда Наше Государство Оно было Можно сказать Профанами В организации Аукционов То есть Оно не Если мы видим Даже тот же Самый Пол Милграм Он с блеском Организовывал Аукцион Начиная с 1993 года А у нас Уже Вовсю Там Пол страны Продалось За это Время Вот И Продажа Шла Вот Кто знает Если бы Допустим Были Применены Те же Самые Разработанные Именно Такими Блестящими Экономистами Как Пол Милграм И Роберт Уилсом Специально Организованные Торги Вот Например Даже Тот же Самый Тип Аукцион Аукцион Викри Сколько Можно Было Было Государству Гораздо Больше Получить Денег С Участников Торгов До Сих Пор Мы Спорим О Справедливости Залоговых Аукционов Когда Это Какие-то Копейки Можно Сказать С высоты Нашего Опыта Улетели Типа Норильского Никеля Предприятия Стратегически Важные Для Экономики Или Целые Отрасли Уходили Вроде Бо Формально Все По существу Было Все Правильно Был Английский Аукцион Или Аукцион В конвертах Но Государство Не умело Продавать Оно В результате Продало Именно Вроде Бо Казалось Ну Да Все Это Логически Правильно Но Пола Милгрэма Рядом Не было Если Бо Он Был То Можно Было Были Выжить Как Выжили Правительства Многих Стран Говорят Что Только Индустрия Аукционов Которые Разработал Пол Милгрэм Со своей Фирмой Она Принесла Сотни Миллиардов Долларов Продавцам Правительствам Несколько Стран Европейским И В Америке И Поэтому Как бы Даже Когда Нобелевскую Премию Вручали Пол Милгрэм Роберт Уилсон Сколько Лет 20 В этом Списки Фигурировали Третендентов Их Каждый раз Называли Когда им Дадут Когда им Дадут Когда Год Проходил А Нобелевскую Премию Ведь не Дают Умершим Кстати Такой Интереснейший Момент Мы Говорили Об Аукционе Вильям и Викри Когда Получил Нобелевскую Премию Он узнал Что Получил Нобелевскую Премию И Через Три Дня Взял И Умер То Ли Перепраздновал То Или Разволновался А Нобелевская Премия Тем не менее Она должна Быть Вручена Потому Что Ее Уже Объявили Когда Он Еще Жил И Получилась Парадоксальная Ситуация Что Надо Произнести Речь На Нобелевском Перед Речь Нобелевского Лауреата На Торжественной Церемонии И Поехал Вместо Умершего Своего Друга Вильяма Выкре Поехал Пол Милграм Он Эту Речь Произнес Перед Мировой Аудиторией И Парадоксально Что он Произнес Речь Уже Когда Сам Получил Сам Когда Получил Нобелевскую Премию Таким Образом Он Дважды Произносил Нобелевские Речи По Экономике И дважды Получал Ну Один раз Правда За Вильяма Выкре Вот Такая Вот Очень Такая Любопытная Может быть Такая Живописная Такая Вот В интернете Даже был Ролик Тоже Возвращаясь Когда Пол Милграм Лег спать Он Спит И там Вот Запись Домофона А Роберт Уилсон И Пол Милграм Они Живут Рядом Они Соседи И Значит Ночью Произошло Объявление Включение Нобелевской Премии И Роберт Уилсон Ночью Взял Жену Там По-моему Собаку Даже И ночью Втихаря Пошел Соседу Чтоб Сказать Что У него Нобелевская Премия По экономике А тот Спит Спросонок Подходит К двери И там Запись Домофона Посмотрите В интернете Она Очень Интересная И очень Интересная Реакция Пола Милграм Когда Его Спросон Поднимает Говорят Ему Ты Нобелевский Лауреат А он Проснуться Не может Он Не понимает Перед ним Сосед Тоже Нобелевский Лауреат Свежеиспеченный В общем Такая Достаточно Веселая Ситуация Вот Но Опять Возвращаясь К теме Аукционов Мы Так Понимаем Что Действительно Аукционы Это Сердцевина Вообще Рыночной Экономики Это Можно Ее Квинтэценция Это Рафинад Это Вот Просто То Чем Является Сама Рыночная Экономика И Поэтому Когда Я пытался Там На Плановую Экономику Это Дизайн Экономических Механизмов Переключить Игорь Анатольевич Совершенно Правильно Меня Поправил Что Речь Идет Вообще О Рыночной Экономике Как Таковой И Поэтому Премия Вот За Именно Теоретические Модели Аукционов Она Является Ну Можно Сказать Даже Премия Вообще За Понимание Устройства Самого Рынка То Это Очень Такая И Глобальная И Очень Достаточно Такая В общем Трекладная В общем Очень Такая Да Это И Вполне Заслуженная И Я Не хочу Сказать Что Там Действительно Так Все Просто Открываешь Учебник Хороший Учебник Такого Продвинутого Уровня Посвященный Теории Аукционов У вас Голова Просто Пухнет От Формул И Там Действительно Используются Очень Статистические Методы Методы Матоанализа И Всего Прочего То есть Это Все Не Так То Просто Вот Как Мы Говорим О словах А На самом Деле Там Действительно Стоят Изощренные Математические Модели И Они Работают И Как Вы Видите Даже Тот Пол Милграм Он Заработал Совершенно Колоссальные Деньги Используя Свои Собственные Вместе С Робертом Уилсоном Наработки Вот Поэтому Вот Такая У нас В этом Году Нобелевская Премия По Экономике Очень Хорошо И Доходчиво Нам Ее Объяснил Наш Уважаемый Гость Игорь Анатольевич Кох Профессор Повторюсь Доктор Экономических Наук Кафедра Финансовых Рынков И Финансовых Институтов Института Управления Экономикой Финансов Нашего Казанского Федерального Университета А с вами Был я Журналист Альберт Бекбов Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо